здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий ну вот игривое настроение тут возникло почему бы и нет подумал я разве не может быть у женщины голос почти что мужской с оттенками мужских ноток давайте послушаем как с такими женщинами разговаривают наши доблестные взыскатели и так внимание новый персонаж выходит на сцену алло здравствуйте здравствуйте кто это меня зовут придонова ирина александровна банковом кредит татьяна вайтовой совершенно верно это я его слушаю что вы хотели от меня звание вам из отдела контроля оплаты по поводу задолженности по кредиту 21 день 5665 и 40 копеек нет неудобно вам назначена который вам по вашему лицовому счету контрольная проверка проходит ежедневно крайний срок на оплату вас четверг на этой неделе это двадцать третье число штрафы у вас осуществляется уже на ежедневной основе до двадцать сетево включительно вы проблему решаете а что там проходит ежедневно уборка контрольная проверка контрольная проверка лицевого счета а чего ежедневно то проверять что там такого изменяется потому что вы на протяжении трех недель не оплачиваете кредит нет я не причину я не причину а что вы хотите там найти проверяя его каждый день деньги свои хотим найти на счету на данный момент она имеет все основания с вами договора отторгнуть и в таком случае вам придется оплачивать ни один не два ежемесячных платежей а сразу все оставшиеся 300 процентов штрафы неустойки потрудитесь объяснить душа моя на каком законном основании я должна буду заплатить все и сразу послушайте 811 статья пункт 2 если вы нарушаете сроки на выплату долга банк имеет полное право расторгнуть с вами кредитный договор и потребовать возврата всей оставшейся суммы по кредиту с причитающимися процентами штрафами неустойками за пять дней в вашем случае только по ежемесячным платежам сумма будет 250 на ситуация страшнее вот этой ситуации вы сейчас что не требуете какая разница сколько не платить если я вам не плачу сейчас или там какие-то требователи изменятся они придут палками ко мне что ли или что женщину слабую будут бить если татьяна ивана если вы за пять дней, не восстанавливайтесь в графике, не возвращайте деньги все, которые у вас будет требовать банк. На основании вашего кредитного договора банк имеет полное право предоставить коллекторам, и вы уже непосредственно будете должны коллекторам. Нет такого склонения, вы знаете, даже в русском языке слово коллектор совершенно другие обозначения несет. Татьяна Ивановна, возвращайтесь, пожалуйста, к вашему долгу. Возвращайтесь, пожалуйста, к вашему долгу. Нет, мы о нем и говорим, вы постоянно вокруг да около, думаю, вы скажите, вас, Татьяна, изнасилуют коллекторы или что они со мной сделают? Я, в принципе, согласна, и у меня уже давно не было ничего подобного, а я не против. Остановитесь, остановитесь. У вас, конечно, бурная фантазия. Ну, а что поделаешь? Если вы непосредственно не читали свой кредитный договор, в этом не моя вина. А я никого не обвиняю, душа моя, я наоборот провоцирую ситуацию, чтобы меня сносили, чем кто-нибудь. У меня просто давно не было мужчин. Татьяна Ивановна. А мне говорят, коллекторы на эти вещи и гораздо. Меня это не интересует. У вас есть мужчина, вот видите, вы счастливая девушка, а у меня его нету. Татьяна Ивановна, 5700, срок 23 число. Так я не пойму, я не буду специально платить. Я не пойму, что изменится, если я к ним несу, я вот эти ваши деньги. Ну, что изменится? Я в моей жизни. Ну, коллекторы или коллектора, как вы их там назвали, хотя этот термин не слагается так, как он вообще не существует в русском языке. А что вы разговариваете по делу? Конструктивно, то есть? А что я заявляю по запись разговора, мне нужен мужчина, да. У меня психика нарушилась из-за отсутствия совокуплений регулярных. Татьяна Ивановна, вы сейчас несете ересь, если вы не готовы... На кого и ересь, если вас, если вас душа моя дерут каждый день, то, конечно, вам легко, а я уже без секса устала, устала, не могу уже. Друзья мои, ну, вот уж простите, не знаю, получилось, не получилось, она, главное, очумела. Наша задача, задача нашего канала сделать так, чтобы коллекторы очумели, охренели, напряглись, задумались в конце концов, подумали над тем, чем они занимаются. Пускай это будет, да, в формате, господи, с какими идиотами мне приходится разговаривать или с идиотками, но, чтобы следующая у них мысль была такая, надо менять работу, надо идти куда-нибудь в другое место, более достойно, я так не выдержу. А, ну, примерно так, потому что, ну, а иначе что? Иначе, зачем вообще тогда нашему каналу существовать? Друзья, ну, а если серьезно, то, пожалуйста, с вас лайк, подписка на наш канал, если вы еще не подписались, веселого настроения, я вам гарантирую, будет здесь вагон и маленькая тележка. За это, конечно же, поделитесь нашими роликами в соцсетях, сообщите как можно большему количеству людей, что есть такой канал. А здесь действительно и весело, и серьезно, и очень полезно, самое главное. Кто не согласен, можете просто проигнорировать наш канал и все. Ну и, конечно, для тех, кому нужна юридическая защита, да, 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 и вот на фоне таких вот веселых роликов мы предлагаем серьезные услуги. Потому что, поверьте, друзья мои, все самые серьезные глупости в этом мире, глупости мирового масштаба делались с серьезным выражением лица. А мы глупостями не занимаемся. Мы можем и повеселиться, и посмеяться, и в то же время делать серьезные вещи. Посмотрите, как мы это делаем. В описании этого и любого другого ролика есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Если вас все устраивает, оставляйте заявку, наши специалисты с вами обязательно в рабочее время свяжутся. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты и компания Аля. Всего вам хорошего, до свидания, счастья, здоровья и финансового благополучия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok